Вы по собственному желанию ушли из Думы, и сегодня депутаты, в общем-то, вас отпустили, что называется. Дело в том, что ситуация, она закономерная, всё к этому последовательно шло, но я хотела сделать этот шаг тихо. Более того, депутаты по процедуре, они не имеют права отказать в моём личном желании сложить в себя полномочия. Это решение исключительно моё личное, это решение вполне осознанное, поэтому я считаю, что оно правомерное. То, что произошло сегодня на Думе, ну это, наверное, пусть остаётся на совести моих так называемых коллег, которые не приминули вдогонку облить грязью, ну это теперь их проблема, а не моя. Но раз и навсегда, один только раз, я готова дать разъяснение по этому поводу и забыть обо всём. Основной причиной, почему я приняла это решение, является то, что я не хочу больше, чтобы меня хоть каким-то образом ассоциировали с нашей нынешней местной властью. И поверь мне, я имею на это право, потому что худо-бедно я уже 18 лет в органах местного самоуправления и могу делать выводы об их работе, об эффективности, о людях, которые представляют непосредственно эту власть. Вот на моём опыте было 5 мэров, ну и несколько созывов Думы. Наверное, это худший вариант, исходя из того, что по эффективности работы, по благосостоянию наших граждан, по принятию решений в их интересах. Это точно так. Но вы сегодня очень много в социальной работе преуспеваете, да? Я думаю, что всю эту энергию, которую, в принципе, невозможно реализовать в рамках сегодняшней Думы в качестве депутата, вы можете направить и на социальные какие-то, вот, социальные истории, можно так сказать. Ну, наверное, многим непонятно, хотя всё равно я уверена, что в большинстве своём люди это понимают. Для того, чтобы выстраивать взаимоотношения с краевой властью, с госучреждениями, не обязательно сидеть в кресле. В кресле чиновника, в кресле депутата, и ты сама в этом убеждаешься на протяжении уже долгого времени. Чтобы помогать людям и власть была эффективна, надо, чтобы в этой власти были единомышленники. Чего у меня ни в сером здании, ни в белом здании нет. Вот рассматриваю последний момент, когда Татьяна Михайловна написала заявление на моё имя. Даже не заявление, а письмо, в принципе-то. Но почему это письмо оказалось вынесено на городской референдум? Ну, это я называю так в паблике или в инстаграме, практически, я говорю, на городской референдум. У меня это не умещается. Во всяком случае, не посоветовавшись, не обсудив это дело, тем более, ну, Дума, есть Дума. Тут даже от председателя, даже инициатива и прочее, это, а, выносится-то на круг, на решение Думы. И надеялся, что оно рассосётся, найдутся общие точки соприкосновения, общие решения там и так далее. И вот дошло до того, что, тем не менее, вынес инициативу эту, ну, а решение уже Думское. Почему после этого момента вы перестали ходить на заседание Думы? Ну, сам этот факт, он характеризует и дальнейшее моё решение. Потому что основной претензией, которая была у коллег по снятию меня с должности, оплачиваемой должности заместителя председателя Думы, было, как это сказать, ничего. Только то, что нас большинство и мы имеем право. И после этого я решила, что мой голос в Думе абсолютно бессмысленен. Если большинство решило, если председатель, который не принимает самостоятельное решение, если, ну, сейчас говорит о каких-то претензиях ко мне... Я к руководителю правосы обращался о том, что нам, поскольку со списочниками несколько труднее по выводу их из Думы, нежели одномонтажника, вот, тем не менее, этот вопрос, конечно, мы собирались поднимать. Если депутат, вотчик, который является исключительно депутатом популистом, ну и не только, тоже люди об этом знают, позволяет себе тоже какие-то в мой адрес инсинуации... Ну, я считаю, надо подвязать данное решение, потому что данный депутат в наших комиссиях, да, работа, никакого не надо... ...то я считаю себя не то, что имеющей право, а обязанной. разъяснить как все это было и почему это все происходит я абсолютно не жалею что у меня в жизни сложился такой опыт в том числе и с моими бывшими друзьями все-таки это опыт опыт нам дает возможность расти делать правильные выводы и честно расставлять приоритеты у находки вообще есть будущее сегодняшней властью самое парадоксальное что я находилась очень долго во власти именно с той надеждой и с тем пониманием что все можно в жизни изменить конечно же все развивается и изменить гораздо как сказать достаточно просто в этом городе но опять же мы возвращаемся к тому понятию такому банальному до которая с определенного момента не особо люблю как команда вот такой команды в управлении городом не существует но у жителей есть хорошее право все это вернуть то есть у нас наступает 22 год это выборы в городскую думу после этого у нас депутаты то есть представители жителей находки будут избирать главу и если это будут эффективные менеджеры если это будут единомышленники то в нынешней ситуации развивать город не только можно это тепличные условия на сегодняшний день потому что как раньше у нас нет дефицитов финансирования сейчас потоком идут и федеральные деньги и краевые деньги и вся проблема не в том что не на что что-то делать а проблема в их освоении если приоритетом ставить развитие города то делать очень легко а что сегодняшней власти не хватает сегодняшней власти однозначно не хватает мотивации той мотивации которая есть у меня у тебя то есть это мы сами наши семьи не безразличие к тому что будет завтра с нашими детьми отсутствие вот этой стабильности если ну даже может быть дело не в том что они местные там не местные дело исключительно в в стержне стержне человека если ты пришел сюда с другой территории ну может быть это не так плохо но человек должен быть ответственным ответственностью мэра это я честно говоря не завидую людям которые находятся на этих должностях пока человек этого не поймет пользы не для него а для народа не будет рваться за какими-то креслами статусами и должностями могут только те люди которые не имеют опыта и не имеют представления что фактически означают эти статусы и кресла на своем опыте я прекрасно понимаю что это абсолютно не панацея для того чтобы себя реализовывать и я благодарна людям в том числе и тебе и в том числе и нашему неземному окружению которая позволяет реализовываться точно так же может быть даже гораздо эффективнее помогать населению находки и я думаю что по большому счету жизнь и деятельность у нас только начинается потому что порядочных людей гораздо больше это точно но может быть они просто находятся не на центральной площади